Лопух очень горький. Можешь покушать. Мы делаем сок из лопуха. Тебе, кстати, хорошо было бы взять, сейчас вот думаю. Мы его замораживаем. У нас специальная машинка перемалывает, не соковыжималка, специальная машинка мы перемалываем. Он вот именно кишечник, и кишечники, все эти органы. Очень горький сок. Тоже заваривать? Нет, свежий сок. Мы замораживаем. Свежий? Свежий сок. Свежий сок мы делаем, когда лопух подрастет уже. Он вот такой вот становится. Мы корни копаем. Потому что мы корни тоже копаем, моем. Кстати, ты хотела настой корни лопуха. Что я могу тебе... Я писала, да. Я забыла даже. Да, мне надо. Вот именно, что писать одно, а хотеть другое приехать. Короче, лопух. Лопух содержит что? Самое главное. Витамин А, витамин Е, витамин В, все практические группы. Лопух, скажем так, кожный специалист. То есть все, что касается кожи, лопух лечит. Но лечит изнутри. Потому что все кожные заболевания идут изнутри. Я искренне говорю только те, что ветрянка примерно, да, это инфекциозное заболевание. Там блохи покусали. Это уже... Или ожог солнечный. Это уже другое. Нет, прыщики идут изнутри. Я говорю, все кожные заболевания, их практически нету. Экземы, псориазы, диатезы у детей, мокнущие экземы, грибки на ногах. Все вот это вот, чесотки вот эти вот, всякие воспаления. Прыщи идут изнутри. Потому что, если тут обмен веществ нарушен, метаболизм и так далее, не усваиваются витамины те или иные, не выделяются, не образуются достаточно микроэлементов и так далее, тогда уже выходит наружу в виде заболевания. Плюс психические, конечно, это проблемы у людей. Начинаются всякие чесотки. Так вот, лопух, он лечит как изнутри, так и снаружи. То есть всякие экземы и так далее. Вот растер лопух и, кажется, сделал сок, чтобы появился. И это можно уже измельчить, конечно, совсем и накладывать на раны. Тряпочку сверху и так. Например, настойки делаются... Подожди, я сбилась. Лопух содержит самое ценное вещество. Ищет. Слово забыла. Инулин. Инулин – это инсулин. То есть это гормон, который, ну, все знают. Инулин, сахарный диабет и так далее. Корень лопуха. Я не говорю, сейчас за свежий лист. Корень лопуха содержит огромное количество инулина. Поэтому состав сахарного диабета и профилактику, то есть для поддержания, для укрепления поджелудочной железы, корень лопуха нужен. Потому что, когда там проблемы в поджелудочной железе, начинается сбой. И без инсулина... Что такое инсулин? Это энергия. АТФ, если вы слышали, это энергия. То есть инсулин отвечает за энергию. Все, что мы говорим, кушаем, ходим в туалет, пищеварение, бьется сердце. С людьми говорим. Мы через движение, через речь, через действия наши с детьми, сколько мы вот это все делаем. Это энергия. И запас энергии нужно очень хорошо балансировать в течение дня. Поэтому всегда... Что мы делаем? Ом. Мужская и женская энергия стремимся к балансу. Почему вот молятся в церкви люди так? Да? Потому что... Так молятся, потому что ты мужскую, инь и янь, ты соединяешь. И ты вводишь здесь, где сердечная чакра, в баланс, в равновесии. Или третий глаз, или щитовидная железа. То есть третий глаз интуиция, щитовидная железа, способность выговаривать свои эмоции, свои страхи, свои нет, да. И не бояться говорить, и не отстаивать себя и свое мнение. Кто бы то ни было. Не орать, а дипломатически и лояльно раз за разом, мало по малу, подтверждать, что ты есть в мире. Вот это поджелудочная железа, это чистовидная железа. Ну а сердце, сердце, это любовь. Это просто любовь. Вот тело оно само по себе работает, потому что оно любит. Мы же не думаем, что мы сейчас съели вот эти листья, там переваривается уже, да. Мы же не думаем, как переварить, куда это послать, это сюда отделить. Тело работает само по себе. Стучит сердце, течет кровь, выделяется моча и так далее. Потому что оно любит. Оно не задает вопросы, ты плохой, ты барат, не выясняет отношения. Это наше ум начинает здесь выяснять отношения, и процессы в теле ломаются. Баланс. Потому что нарушается гармония мужского и женского. А это и есть мудрость Творца. И каждый ищет в своей жизни предназначения, а у нас предназначение одно – найти баланс, как все творение, все процессы в земле и на земле, все стремятся к балансу. Вот и все. Но это не значит, что как монах ходить, ничего не делать. Надо и воевать за себя, надо и отстаивать себя, надо и принимать себя, надо и любить себя, надо и защищать себя, где пинком, а где словом. Это работа всей жизни. Все заболевания оттуда. Так вот лопух, он богат инулином, то есть он укрепляет поджелудочную железу. Что такое поджелудочная железа? Кто не узнает ее задачу? Почему болеет, начинает болеть человек с сахарным диабетом? Поджелудочная железа стремится, если страх бьет по почкам, если зло бьет по печени, по поджелудочной железе бьет нераскрытое творчество, нераскрытые таланты. Если вот человек изначально любит, вот я всегда хотела собирать травы, я всегда хотела заниматься, вот я таро раскладываю, то это мой мир. Но я стремилась к чему? К другому, потому что, а что скажут люди? Мне много лет пришлось работать с собой, чтобы стать, кто я есть изначально, а не тем, кем мне советовали. Или мой ум говорил, считывал пространство, говорит, ага, вот это вот для общества лучше, лучше я буду там гнить и умирать постепенно, чем я буду... Ну, вот это и есть многие люди, посмотрите, в 40, в 50 лет у них сейчас уже сахарный диабет. Почему? Они проработали полжизни, проучили совсем другой профессии, проработали там, где они не хотели. И у них слезы внутри текут, потому что это мечта, она так и осталась мечтой и не реализовалась, и человек нереализованный. Я не говорю, что надо уходить с работы, надо хотя бы искать время для своего хобби. Любите рисовать? Пришли и рисуйте. Любите писать стихи? Пришли и пишите. Любите танцевать? Включите музыку и потанцуйте. Ну, а если это ваш талант, то тогда нужно заниматься вплотную к этому и развивать себя и идти к себе. Вот это поджелудочная железа, из-за нее очень много при нарушении, что у нас появляется. Вот у детей, посмотрите, диатезы сплошные, красные щеки, прыщики, потницы, молочницы, непонятно что. Почему? Мамы сейчас родили детей, включили телевизор и ля-ля-ля или хенди дали в руки. Все, нет развития, нет живого контакта. Мать не занимается, в садике чужие люди, тетки. Там тоже внимание это. А ребенок хочет себя проявить, а ему затыкают рот. На тебе конфету не ори, на тебе вот это только не ори, не отвлекай меня, мне сейчас некогда. У ребенка ломается его мироздание, то с чем он родился и начинается, проявляется именно в кожных заболеваниях. То есть организм у ребенка деактивируется уже с малых лет, потому что мать для ребенка это стержень, это основа. До семи лет это пуповина. Но отец, он сделал свое время, он вложил зерно. Вот как вот уран вкладывает или творец вкладывает в матушку-гею зерно, а она начинает рожать. Так же и у женщины. Вот что мужчина вложит, то женщина и родит. И через ребенка женщина должна идти к мудрости. Потому что сама, если не проработала что-то, через ребенка обязательно ей дадут то, что он не проработан с матерью или с отцом. Хорошо восстанавливает клетки, паренхим, поджелудочные железы, кишечника, многие корни, я говорю за корни из-за сок лопуха. Многие опухоли, многие новообразования до второй степени рака уже. Если до полгода принимать, то спокойно можно рассчитывать с другими стравами уже, что пойдет процесс на улучшение. Рак не... Рак не... Да. Потом под лопух хорошо вводит соли. То есть все, что касается... У меня тоже был рак. Рак меня привел к тому, от чего я бежала много лет. Всю четверть жизни бежала. Так что лопух, он подагру хорошо лечит. Подагра это мочевая кислота, которая не перерабатывается почками, откладывается излюбленное место, ноги и особенно большой палец. Это очень больно. Вообще-то это иммунные заболевания уже, и там нужно диету, специальный обмен веществ. Но если исключить мясо и употреблять лопух, то подагра вылечивается за 5-6-7 месяцев. Я лично давала... Просто пишу травы. Ко мне, если люди обращаются, я пишу травы. И у людей... Ну вот, Карина, да, у нее, например, по-женски там нормализовалась. Потом опять. Ну, есть толчок. Просто человек должен не только травы пить, но и работать с собой. Ну, это хоть вы таблетки пьете, хоть травы, все равно работа с собой должна быть. Любая болезнь, которая приходит, нужно думать, зачем мне ее дали. Не просто так пришла. Лопух, артриты, артрозы, гоноартрозы даже. Он восстанавливает хрущевую ткань, восстанавливает пористые кости, структуру пористых костей. Потому что оттуда вот шейка бедра ломается, потому что пористая кость внутри, она истощается и становится ломкой. Вот лопух, он имеет такой корень лопуха и сок лопуха. Сок лопуха, он предимно... Все, что касается цист, кисты. Кисты, опухоли, миомы, фибромы, мастопатии или кисты в почках или какие-то кисты в теле, полипы, в кишечнике, то есть сок лопуха. Потому что сок лопуха, он обладает мощной силой, очень содержит практически все витамины, плюс все микро и макроэлементы, минералы. Плюс еще, что он содержит гормоны и противовоспалительный эффект имеет. Поэтому все он истребляет. Но болезнь лечится тогда, когда... Ко мне люди просто так не попадают тоже. Они приходят тогда... Есть такие, как я тоже. И вот если человек хоть импульс получил, ой, я что-то делаю не так, надо... И тогда вот находится человек, который... силы ведут к тому человеку, который поможет. Все, он готов. Начинает работать, он открыт. А многие люди, наоборот, закрываются и вайкают, ну и усложняется процесс. Корень лопуха. Отлично восстанавливает волосяной покров. Если споласкивать, втирать даже волосы. Хорошо. Ну вы, наверное, знаете, масло из лопуха тоже продается. Масло из лопуха корни выкопать, порезать, залить маслом. Но это я потом скажу, если кому интересно будет. Настоять также в темном месте, процедить, втирать... Все отвары с лопухом в виде примочек, концентрации, можно даже вот тряпочки макать. Или использовать вот эти маски, вырезанные уже. Макать и прикладывать к лицу. Будет сходить... Но это работа. Это не один раз, это систематически, каждый день. Этим надо заниматься. Но это помогает. Потом лопух летом... Почему раньше, если вы видели в фильмах советских, лопух носили на голове, да? Он не только применяется как лекарь, а еще из лопуха делали кружечки пить. Пошел изверняка попил, как кружечка. Но лопух, его одевали на голову, потому что он... Как панамку. Как панамку, потому что он солнечные лучи, да, защищает. И еще, если махровой стороной лопуха у него живут... Одна такая сторона, а другая махровая. Его, если потереть, выходит сок, видите, меняется структура. И вот этой махровой стороной прикладывается к коленям. Когда уже большой лист. Коленям на ночь лучше. Приложили, обмотали к локтям, к рукам. Это не важно куда, что у вас там болит. Снимает лучше, чем лист капусты воспаления. То есть желательно коленку чем-нибудь растереть, массаж сделать. То есть нужно ее либо массаж сделать, либо попарить. Либо тряпку горячую положить, чтобы поры немножко открылись. А потом уже кладется лопух, потому что сок лопуха проникает в поры. И делает свое дело. Но раз за разом проходит незапущенное прям совсем воспаление суставов. Плюс еще там лечение внутрь и так далее. Да? Дальше. Спасибо.